Итак, народ, всех приветствую на канале Занимательное Музло. Сегодня на обзоре студийные полноформатные релизы Black Metal проекта из Норвегии Аббат. Альбомов у Аббат всего два, но кто если не Ольве Кейма, обладатель одного из самых узнаваемых Корпспейнтов и один из главных героев мемасов про Black Metal заслуживает обзора. К тому же, помимо альбома Аббат, я хочу в этот выпуск добавить еще альбом Between the Worlds 2006 года сольного проекта Ольве под названием Eye. Давайте с него и начнем. На самом деле, Eye я бы назвал не сольным проектом Аббата, а самой настоящей супергруппой, так как состав собрался действительно звездный. Бывший барабанщик Иммортал Армагеда, басист группы Горгород King of Hell, гитарист Ace Dale из Enslaved, а лирику для песен написал не кто иной, как Демоназ. Ребята собрались и выдали одну из самых необычных работ в тяжелой музыке Between the Worlds. Это смесь Heavy и Black Metal, но по сути от Black'а здесь можно услышать только фирменные гитарные риффы и вокал Аббата. Причем вокал не переходит границы экстремальности и не является обычным и привычным вороньим карканем Ольвы, а представляет из себя скорее хриплое рычание. Глаз битов вы кстати здесь тоже не услышите. Песни не звучат мрачно, а скорее бодро и жизнеутверждающе. Этому очень сильно способствуют красивые гитарные соло, которыми кстати альбом переполнен. А трек Fabio On The Quiet посвящен Квартону. И вот как сам Аббат отзывается об альбоме Between the Worlds. Как будто мы находимся на точке баланса, мы соединили две эпохи, золотую классику и свои свежие идеи. Это в целом мое видение и я думаю, что многие с ним согласны. Ну а теперь давайте перенесемся в 2015 год непосредственно к группе Аббат. И сначала мне бы хотелось, чтобы вы сами послушали, что Ольва говорит об этой группе и о Расколе Иммортал. Я вовсе не желал, чтобы все закончилось вот так и я не собирался делать сольный проект. Я хотел, чтобы в Иммортал все было хорошо, но при этом нужно было что-то начинать выпускать. Я хотел, чтобы моя музыка увидела свет. После All Shell Fall прошло очень много времени, а Демонас и Хорк обзавелись семьями и детьми. И в общем они не могли и не хотели поддерживать тот ритм работы в группе, которого жаждал я. Мне надо было минимум 3 дня репетиции в неделю, а они чаще всего могли позволить себе лишь один. И все продвигалось мучительно медленно. Так что я сидел со всем накопленным материалом, платил за точку, записывал что-то под метроном. Но общая атмосфера все время была напряженной. И последний раз, когда мы нормально работали вместе, случился в июне прошлого года. У меня просто не было выхода. Да, я хотел, чтобы Иммортал продолжал существовать, но не так, не в таком режиме. В чем-то, конечно, и моя вина. Мы потеряли возможность строить диалог и понимать друг друга. На самом деле, после того, как у Демоназа появились проблемы с руками, все пошло не так. Мы перестали быть полноценной командой. Я старался сделать так, чтобы всем было хорошо, чтобы после июня навернуть старый дух, разделить вместе туровые радости и наслаждаться жизнью всем вместе. Я хотел этого, но так, увы, и не преуспел. Мы потеряли эту тонкую связь друг с другом. В 2016 году вышел дебютный альбом группы с одноименным названием Аббат. Я думаю, что Аббат в группе Аббат на альбоме Аббат делает то, что умеет лучше всего, и то, что годами делал в Иммортал. И на этом альбоме он доказал, что может справиться со всем сам и без бессмертных. Я слушал этот релиз тогда, когда он только вышел, и сейчас мое мнение о том, что он действительно очень хорош, только укрепилось. Здесь действительно нет ни одной слабой песни, и в целом он и правда похож на поздний Иммортал. Но это и не удивительно. Аутстрайдер 2019 года, на мой взгляд, получился еще лучше дебютника. И наверное, в первую очередь из-за того, что песни имеют больше хуковых моментов и хорошо запоминаются. Релиз и правда великолепен. Его единственное слабое место – это альбом Northern Chaos Guts от Иммортал, вышедший годом ранее. Я думаю, что нет ценителей Блэка, которые бы не сравнивали эти работы. И субъективно, норвежские боги мне нравятся больше. Исключительно из-за того, что там много пасхалок, нетленным хитам Иммортал. Но если все же попытаться абстрагироваться и взглянуть на Аутстрайдер без привязки к старой группе Аббата, то я считаю, что ему удалось выпустить действительно потрясающий альбом. Кстати, в комментариях можете написать про увольнение из группы Мии Уоллес и включение в состав Нервоза в 2020 году. Хотя, зачем я напоминаю, вы ведь и так это сделаете. Я надеюсь, что Аббат полностью решит все свои проблемы с зависимостями. И черт с ним, с перформансом, который он устроил в конце 2019 года на концерте в Аргентине. Лишь бы музыку продолжал писать. Так как я уверен, что многие ждут от Аббата свежих работ. И неважно, будет это его сольный проект или воссоединение с Иммортал. На этом, пожалуй, все. Увидимся на стриме в пятницу. И спасибо всем, кто смотрит мои видео, ставит лайки, пишет комментарии и, конечно же, подписывается на канал. А с вами был Депрайс. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok